В минувшие выходные на стадионе Спартак автолюбители города открывали сезон. Ралли-спринт это по сути ралли в миниатюре. Основное отличие от взрослого ралли, допуск на соревнования получает практически любой автомобиль. Главное техническая его исправность и наличие водительского удостоверения. Три класса, 16 авто в каждом, на старт выходят два автомобиля, трассы не пересекаются, система отбора олимпийская, нервы нежелезные. Стоп, 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 перезаезд. Несмотря на отсутствие условий для проведения мероприятий, количество желающих выйти на старт с каждым годом растет. Готовиться к сезону начинают задолго до старта. Вот мой болид, синенький. Я всю зиму готовил машину, она у меня полгода стояла на покраске, потом месяц стояла на замене двигателя. Капотное пространство готовили и помогали очень много людей в этом. Вот результат. И для Михаила усилия не прошли даром. Первое место в классе переднеприводных автомобилей. Мощность двигателя и сила нажатия на педаль газа в ралли-спринте далеко не залог победы. Я в студийской коллегии. Сегодня проводим соревнования. Ралли-спринт. Сегодня первый этап, только открытие сезона происходит. Ну и участвую на своей машине, так же, как все остальные. Мы сейчас видели, как ты надрал, скажем, задницу на уровень. Что у тебя под капотом? Под капотом обычный стоковый двигатель. Прям вообще без каких доработок. Покажу, что ли? Нет, никаких доработок. Бои за доли секунды шли в классе авто с приводом на заднюю ось. В итоге на старт за первое и второе место вышли ВАЗовская «Семерка» и «Тойота Супра». Все внимание на наших участников. Хороший старт. Дорогие друзья, по-другому! Нет! Кто же? Кто же? Друзья, кто? Жигули или Супра? Номер 208. 208! Это был только первый этап 2015 года. Узнавайте о грядущих мероприятиях в спортивно-техническом клубе «Сибирь». Узнавайте о грядущих мероприятиях!